Я просто их вижу. То есть я лежу на кровати, обычно это ночью происходит. Я чувствую, я просыпаюсь от того, что какое-то присутствие, открываю глаза, а рядом с кроватью стоит вот это вот. То есть я вижу их просто глазами. Я не знаю, какое... Вот у меня почему-то это только ночью. Ну или когда я засыпаю, видимо, в альфа-состояние попадаю, и не знаю, какое это зрение. Может быть, это эфирное зрение включается вместе с физическим. Я, к сожалению, вот не понимаю, но почему-то вижу это вот по ночам. Так, днём такого я не помню, чтобы они прямо вот так появлялись. Вот так происходит. Было, что вот эти вот шары прилетали. Вот это было вполне физически себе, потому что у меня тело физическое, говорю, подлетело там вот, когда они из меня это доставали. То есть оно у меня просто так. В общем, мы приехали из Карелии. И, ну, уставшие там 18 часов дороги в машине. Ну и легли спать. А в Карелии, кстати, мне было очень плохо. Я вообще думала, что я умру. У меня что-то было с сердцем. То есть просто вот сердце останавливалось. Непонятно было, что. Вот еле-еле я вообще дожила. Ну вот, кстати, с детства хотела в Карелию. Я не знаю вообще, почему меня туда тянуло. Ну и, в общем, было у меня там ощущение, как будто мне вот в эту область что-то воткнули в Карелии. Из-за этого у меня, ну вот, как будто сердце останавливалось. Ну, даже не как будто оно реально останавливалось. То есть я только засыпала, у меня остановка сердца меня из тела выносит. То есть просто вот. Я не знаю, каким чудом, но, в общем, я все-таки дожила до Ярославля. До своего вот, где мы тогда жили. Ну и потом вот, когда мы вернулись, значит, легли спать. И муж у меня отрубился полностью. Ну, видимо, потому что он еще за рулем был. Но я полагаю, его еще усыпили. Я, значит, наблюдаю, как просто вот через стену, через окно, через занавеску прилетают. Вот таких вот три плазмических бело-голубых шара. Один, значит, летит мне вот сюда вот. Ну, я лежала, я все время сплю на спине, вот засыпаю. И он залетел туда как-то прямо, то есть ему не мешает ни кровать, ничего. Второй летал вот так вот, меня просто вот как сканировал. А третий, не помню он, то ли что-то в комнате делал. Я вот на эти два смотрю, ну, как внимание было. И потом в какой-то момент, ну, и у меня, главное, никаких ощущений, никаких мыслей. То есть я просто вот лежу и наблюдаю. То есть мне интересно, что, значит, дальше будет. И, кстати говоря, вот хочу сказать, что вот когда цивилизации приходят, у меня вот все время это состояние. То есть полное отсутствие мыслей. Ты просто вот наблюдаешь, и никаких вообще эмоций, ничего нет. Ну, это, видимо, когда, может быть, нейтральные приходят. Потому что когда негативные, у меня все-таки начинаются сразу вопросы, что вы здесь делаете и что вам надо от меня. Ну, и этот шар, значит, он летал. А потом, и когда этот отделился вот от затылка, прямо был такой хлопок, знаете, вот как пробку из бутылки. Вытаскивают когда такой шлепок. И этот-то начал подниматься, который надо мной был. У меня тело прямо вот так вот вперед к груди, оно просто подлетело над кроватью и плюхнулось обратно, ну, где-то на метр. Ну, то есть это было вполне себе физически. Так что у меня муж на другой стороне просто подлетел. Но причем он не проснулся. Я говорю, мне кажется, что его просто, ну, отрубили. Они как-то это вот делают. Ну, и вот что-то у меня после этого полегчало. То есть у меня ощущение было, что они что-то забрали. И у меня такое мое мнение, поскольку я вижу, да, тонкий план. Я смотрела в Карелии, когда была. Там над Карелией купол. И там, по-моему, в Ладожском озере, там корабли есть какой-то цивилизации. Я не знаю, что-то, то есть я, получается, оттуда забрала. Я точно знаю, что там рептилоиды есть, ну, в Карелии. Не знаю, там, как бы это их была база или не их. В общем, я еще потом, уже когда я приехала, я в течение двух или трех недель каждую ночь отправлялась в Карелию. И там вот под, ну, там, знаете же, там как типа горы, я не знаю, назвать это горами, холмами, наверное, скорее, вот эти каменные. То есть я туда проникала под землю, и там очень интересно тоже всякого насмотрелось. Не знаю, какие-то прямо у меня были путешествия, все меня водили там. Ну, видимо, надо было мне туда съездить. Раньше я еще, так, путешествовала на корабль, на котором я работала. Вот у нас были свои коды доступа. То есть у меня был свой код доступа, и вот когда мне надо, значит, я могла либо там связаться с кораблем, либо туда слетать. То есть, ну, как бы свой канал такой, выхода на корабль, портал такой. Вот, потом в какой-то момент я опять тоже засомневалась, думаю, что это вообще за корабль, и не обдирают ли меня опять. В общем, я перестала контактировать. Но раньше постоянно, то есть я могла либо с Сириусом, ну, да вообще с любой цивилизацией, вот, которые выходили на контакт, я могла у них запросить любой вопрос, они мне отвечали. Ну, и сейчас я думаю, могу, но просто я не пытаюсь вот это делать. Так, связь-то сохраняется. Когда мне плохо, ну, совсем уже прям край, то есть приходит цивилизация, у них серебряные волосы, вот эти белосеребряные. Юрий мне сказал, что это Андромеда. Не знаю, возможно. Ну, с Андромеды там же много тоже цивилизаций. Вот, они мне помогают. То есть они прямо, видимо, получается, отслеживают мое состояние, и когда мне плохо, они приходят и дают мне либо вот эти наниты, да, которые загружаются в тело, мне там чистят что-то, либо на корабль меня вот буквально, может, месяц назад забирали. Опять тоже не знаю, где этот корабль. То есть, ну, я говорю, это все в таком состоянии, что ты не задаешь вопросов, ты просто вот как бы погружаешься в сон, но ты не спишь. И вот это все отслеживаешь, как будто вот... То есть я не сплю, я понимаю, что я лежу на кровати, но одновременно я вижу вот это вот все вокруг белый корабль. Там такие интересные были носилки. Они овального такого, ну, прямо овальные, абсолютно белые, и они как на антигравитации. То есть они прямо над полом летят. Ты вот лежишь на этих носилках, и вот там вот несколько человек было. Я почему-то лежала лицом как бы вниз, и что-то они там делали со спиной, что-то, не знаю, может, с щипами или без понятия. Я говорю, вопросов вообще ноль. Просто вот лежишь, и никакой активности. Не знаю, как они это делают. Ну, вот рисую я вообще с детства. Это, кстати говоря... Ну, сейчас я осваиваю просто вот масляную живопись, потому что там школа заканчивала эту художественную когда-то давно, да, там другое все было. Ну, живопись, просто акварель. А сейчас я осваиваю масляную живопись. По поводу миссии, я не знаю вообще, как это люди, конечно, оценят, но мне кажется, тут миссий ни у кого никаких нет. Просто как бы мы сами себе задаем. Ну, я конкретно говорю про звездные семена, да, к которым я отношусь, так называемые. Вот этот звездный посев. Поэтому я думаю, что наша миссия, наверное, основная — это просто быть и как бы проводить через себя то, что вот мы чувствуем, что мы должны давать этому миру. Вот мы как бы несем каждый свое. Я думаю про себя сейчас, что я должна давать информацию. То есть всю жизнь я сидела и молчала, ну, потому что так надо было, иначе бы меня убрали просто раньше времени, потому что пытались всю жизнь это сделать. Вот. А сейчас, вот в том году, у меня прямо вот в голове, вот знаете, как маячок включился, что время пришло, время пришло. То есть я думаю, на что время пришло? Ну, и вот сейчас я понимаю, что вот просто меня, понимаете, как вот по каким-то пунктам привели, то есть раз, грубо говоря, пинка дали, что вот уже все, тебе придется вот это вот вещать, потому что я откладывала до последнего. А информация у меня на самом деле море, и я смотрю, что людям это надо, да, вот они не понимают на самом деле. Сейчас же многие начинают просыпаться, они не понимают, и мы-то уже это прошли, то есть у нас уже сложилось какое-то понимание, что, ну, и что сейчас происходит, да, на планете. И как бы вот я думаю, что моя основная задача, ну, я так для себя определила, что давать информацию. А картины, кстати, я, ну, это-то вот просто картина, а так я обычно пишу, настраиваюсь на человека, то есть мне человек, например, спрашивает, ну, в жизни он что хочет, ну, например, или дальше как мне развиваться, да, он спрашивает. То есть я получаю образ, ну, это что-то типа ченнелинга, я не знаю даже, то есть связываюсь с высшим я человека, и оно мне дает образ, то есть я его рисую, ну, такая образность получается. Как бы с помощью вот этого образа у человека дальше простраивается путь, то есть он начинает раскрываться. Вот. Ну, такие работы делаю. Сказать, что дальше будет, я могу так сказать, что все, кто здесь сейчас находится, кстати, вот это про эффект Манделлы, да, очень многие сейчас люди помнят о том, что, ну, как будто помнят апокалипсис. И у меня, кстати, очень много вариантов, как погибли наши бывшие временные ветки, с которых мы перескочили сюда, где сейчас находимся, более лучший вариант. На самом деле сейчас, знаете, идет как типа коллапса, ну, как я это вижу, коллапс такой, да, вот миры сжимаются, то есть как будто в одну точку. Ну, и, соответственно, в тех, которые были там, с которых мы перепрыгнули, они уже там апокалипсис. Либо там вот это нашествие инопланетяна, либо потоп, либо там, ну, там разные сценарии. Либо вот астероид упал, я, ну, в разных вариантах была, смотрела, как это происходит. Кстати, некоторые миры прошли так называемое вознесение, это я тоже видела. Интересно. Ближайшие, кстати, к нам, потому что, как я это определяю, я когда нахожусь в параллельной реальности, там, если все вот практически идентично совпадает, значит, вот она рядом совсем. Вот я в такой была, и, знаете, интересно так, люди там умеют летать уже, телепортируются, и я думаю, что же, думаю, в пространстве такое поменялось здесь, что люди начали вот это делать. Мы же здесь не можем это делать. Хотя вот я знаю, да, как это делать, но то ли энергии не хватает, то ли что. И оказывается, на самом деле, то есть нам здесь не хватает энергии. Я там ощутила то пространство, оно было как кисель, понимаете? То есть настолько насыщенно, что ты можешь просто вот лечь на него и плыть вот в этом пространстве. Ну, просто. И там вот обычных людей, которые не могут это делать, их куда-то переправляли в другую реальность. То есть где вот живут обычные, такие, как мы, видимо, здесь сейчас. Как бы, ну, такое, то есть такой вариант был, что идёт разделение реальностей, да, где живут, грубо говоря, те, кто обладает магией, если это так можно назвать. Ну, магия — это наука, да, по сути, это дело. Просто люди тут у нас не очень понимают, что это. Вот. Ну, грубо говоря, магическая реальность и реальность, где вот всё обычно, ну, реальность ещё, где технологии развиваются, да. И по какой мы здесь пойдём реальности, я не знаю. Поэтому сложный вопрос. Я когда ложусь спать, то есть я себе не задаю, куда я там отправляюсь. Ну, вот бывает, что, да, часто очень хожу по каким-то параллельным мирам. Даже бывает, кстати, по другим куполам. То есть даже не в нашем куполе. Вот хожу. Там смотрю, какие эти варианты. Оттуда вот информацию, да, я даю тоже. Ну, вот вы сказали как раз уже за меня, что я и занимаюсь именно проявлением. То есть я выстраиваю структуры. То есть просто находясь здесь даже, через меня идёт поток, который структурирует пространство. То есть он выстраивает по-другому, на другую структуру. Соответственно, даже вот я, когда с человеком общаюсь, да, поля-то всё равно что соединяются, и начинается перестройка какая-то. Ну, это мне многие говорили так. Если смотреть, наверное, да. Ну, это так, если совсем уж, понятно, что информацию, да, я даю, понятно, что картины, но информация и картины — это что? По сути дела, та же перестройка структуры пространства. То есть вот главная задача, наверное, моя здесь. Чтобы ответил, лучше не общаться. Потому что, опять же, я повторюсь, да, что это очень опасно. Люди не понимают, они думают, что это так вот весело, как бы ты сидишь такой дома, и вот это круто, да, как бы это модно сейчас. Они не понимают, насколько это на самом деле проблема и насколько это опасно, потому что они приходят, ну, допустим, вас услышали, да, допустим, пришли, они обязательно придут, только не те, как правило, которых вы ждёте, да. Ну, может, изобразят, может быть, тех. Но, как правило, это будут негативные цивилизации чаще всего. И когда они приходят, они ставят чипы, то есть они забирают энергию, там потом ещё в какие-то программы вас засовывают. Ну, в общем, я так думаю, что лучше не стоит вообще светиться и как бы зачем вообще это надо-то? Вот просто я не понимаю. Как бы выделиться и сказать, что вот я особенный, что меня отметили, ну, я скажу, удовольствия мало от этого, когда действительно выйдут на контакт. Поэтому те, кто действительно контактируют, они понимают, что это, ну, удовольствия нет вообще в этом никакого. Это просто бессонные ночи, это без конца они вот долбятся. Ну, я не знаю, чем я так интересна, но ко мне долбятся вообще просто, я не знаю, различные цивилизации. И чего им от меня надо, я не знаю. Ну, как они говорят, что у меня какая-то особенная генетика, они все хотят мою генетику. То есть, и вот, ну, не знаю, я, честно, я бы радовалась, если бы ко мне не долбились, если бы я жила вот просто вот обычной жизнью. Поэтому пусть радуются, наверное, что у них спокойная жизнь, что они могут спокойно спать по ночам. Так что вот я бы не советовала этим заниматься, потому что шанс того, что вы свяжетесь со светлыми цивилизациями, но он минимальный. Я не знаю вообще, они сейчас здесь есть. Ну, да, есть может, но я говорю, чтобы пробить вот этот вот слой вот этих негативных, да, которые, как правило, первые прибывают, потому что их здесь все-таки большинство. Ну, не знаю, это... Надо, во-первых, кстати говоря, для контакта, для такого, быть на очень высоких вибрациях. То есть я когда связывалась, я специально, то есть там... Ну, во-первых, я тогда не ела вообще ничего животного. То есть я была на веганстве 7 лет. То есть я делала вот эти вот дни постоянно голодные на воде там. Ну, то есть мне прямо вот давали указания, что вот там... Вот в эти дни лучше не есть там, да, потому что будет контакт, и просто может выгореть... Кстати, нервная система может выгореть даже и от таких вот контактов, а люди не понимают этого. Потом у них начинаются проблемы с физикой. Вот. Поэтому не советую. Если вы не готовы и не понимаете, с чем вы вообще хотите связаться. Ну, что делала я? Отвечу, да. Когда ко мне приходят, начинают вот просто лезть в мое пространство, тогда я всегда, как правило, говорю, покажите договор. То есть есть договор. Они пока... Ну, допустим, если он есть, да, тогда они показывают мне договор. То есть я читаю там, что там написано. Говорю. Я расторгаю этот договор. То есть там, как правильно говорится, ну, как я говорю. Рассказываю про себя, да. Что я говорю, я расторгаю все контракты, договоры, протоколы, соглашения. И там копии под копии, электронные и так далее. Все, в общем. То есть говорю, что все это пусть, чтобы они уничтожили полностью. И все, говорю, вы не имеете права. После того, как я вижу, что они все это сделали, вот под моим присмотром, потому что они еще любят где-нибудь копию сохранить. Ну, все, я говорю, все, как бы прощайте, до свидания. У нас с вами никаких, как бы, контрактов нет. И все, и они уходят. Ну, бывает такое, что, конечно, они там пытаются еще. Ну, у меня система оповещения хорошая. Ну, то есть я всегда чувствую, когда идет вторжение. Ну, в смысле, в дом, да. Вот у меня стоит на доме защита. Я сразу чувствую, что кто-то проникает. И все, просыпаюсь и отслеживаю. Ну, и говорю, опять же, то же самое, да. Нет договора, все, до свидания, как бы. Они еще любят, кстати говоря, вводить в заблуждение. Говорить, что вот, вы нам там должны. Вот мы с вами заключили договор. Вот мы вам то-то, то-то сделали. А вы тут вот не выполняете. Вы должны нам подчиняться там и так далее. Отдавать энергию или там какие-то эксперименты, да. У них, ну, как правило, договор всегда об этом. Вот. Ну, тут я советую посмотреть очень внимательно. Потому что, как правило, они на самом деле ничего не выполняют. Или дают какую-то вот мизерную крупицу, которую уже давным-давно вы оплатили своей энергией. То есть, и тут можно, опять же, спокойно расторгать договор. Вот у меня то же самое, кстати, было, когда они мне сказали, вот эти серые, да, пришли. И говоря, а, я говорю, ну, расторгаю договор, потому что у меня постоянно болело все. Вот это все, что ниже, как раз где они мне допечатали. Вот ниже желудка все, там вот все время проблемы были. А они мне сказали, ну, если ты расторгнешь договор, то у тебя откажут ноги. Ты будешь, типа, инвалидом. Ну, мы тебе, типа, не будем поддерживать тогда это все. Я так, ну, конечно, сначала испугалась, а потом подумала. Ну, думаю, по идее. И сказала им так, что, говорю, я уже, говорю, отработала, даже переработала, говорю, весь контракт. Сколько я вам там этих гибридов нарожала. То есть я говорю, ну, просто, я говорю, все, я расторгаю договоры, ну, не знаю, хожу до сих пор. Это было вот года четыре назад. Нормально все. То есть они вот могут еще припугнуть. Чаще всего они припугивают людей, как бы смотрят. Тут только расторгать договора. Больше я не знаю, что посоветовать. Ну, договора, как правило, заключаются с негативными цивилизациями, потому что с позитивными зачем там заключать чего-то. Я у них спрашивала, почему, говорю, вы... Я говорю, я хочу, говорю, полетать физически на корабле. Я говорю, что вы меня не берете физически, почему? И вот все мне отвечали, что они не могут взять меня физически, потому что, ну, там какие-то корабли, которые на очень высокой вибрации. Они сказали так, что наше тело, оно не может перенести. То есть я просто умру. Ну, что-то типа, я не знаю, радиация это назвать, не радиация, что-то типа того. То есть очень высокая частота, и ты просто, говорит, умрешь. Ну, физика не выдержит, поэтому они меня забирали всегда в эфирном теле, на эти корабли. Эфирное, астральное, ментальное там, как бы, физическое нет. Они сказали, не выдержит. Даже если вот пост держать, да, там вот ничего животного, семь лет не есть, все равно. Нет. Ну, и я понимаю так, что даже вот при общении с ними, я говорила, там такие просто состояния были. Я даже не знаю, как это описать. Ну, вот когда нервная система, она реально как будто начинает подгорать, что ли, так сказать. Хотя они готовили достаточно, да, вот мою систему. Но даже при телепатическом контакте достаточно тяжело это выдерживать. Ну, понятно, что я как бы трансформируюсь, да. Сейчас уже легче это все проходит. Могу на другие измерения выходить. Вот недавно мне открыли с девятого по двенадцатое измерение, могу выходить. То есть, но поначалу, когда открыли, я, конечно, когда вернулась, там, я не знаю, там времени нет, но, грубо говоря, по-нашему, минут пять я там была. Они сказали, тебе надо срочно возвращаться, потому что иначе просто у тебя тело умрет. Ну, я когда вернулась, у меня тело все горело просто. У меня было такое ощущение, как будто у меня температура за 42, тому, я не знаю. Ну, очень просто вот выжигает, на самом деле. Поэтому я сначала думала, может, они так просто, ну, отнекиваются, может быть, это не хотят просто. А на самом деле так вот оно, видимо, и есть. Там ничего не было. Там просто белое пространство, вот белоснежный такой сверкающий свет, и ты вот в нем находишься, в этом свете. И кто меня туда привел, как бы, там, чтобы попасть туда, там надо пройти через определенную мембрану. Через эту мембрану ты можешь пройти, если у тебя полностью открыто сердце. То есть, и мы когда проходили, там такое существо, ну, как белая сфера огромная, белоплазмическая сфера, вот она где-то метра два размером. И когда мы пролетали, я как бы держалась за это, ну, как, я не знаю, как канал такой, что ли. Вот я на этом канале держалась, летела на огромной скорости, и мне было телепатически такое, ну, это опять, я не знаю, на каком это уровне, астрал, ментал, я не спрашивала, где мы находимся. То есть, мы летели как бы сквозь измерения. Мне был сигнал, что, говорит, ну, как, открой свое сердце максимально. То есть, и вот, когда я это сделал, то есть, я это как представляю, как будто вот оно вот так открывается, полностью меня в себя забирает вот эта сфера. Объединенная чакра, да, как ее сейчас называют. И вот, когда я там оказалась, буквально вот еле успела, и мы прошибли вот этот вот, вот этот барьер между измерениями, и, конечно, я понимаю, что то-то существо нормально прошло, а мне-то было, я думаю, да, если бы я этого не сделала, меня бы просто в лепешку там. Вот. Ну, то есть, так тяжело достаточно проходить. Ну, и вот мы там побыли немного в этом свете белом, потом... А, оттуда, кстати, я видела землю, как она выглядит. Это ужасно вообще. Просто вот... Ну, мне, конечно, не хотелось возвращаться вот сюда. То есть, просто вот как темное что-то, которое вот смотришь, и вот это вот все какие-то, я не знаю даже, как энергоинформационные вирусы, которые здесь просто кишат, вот эти паразиты, вот просто вот это все было видно, и, конечно, туда погружаться опять не очень мне хотелось. Ну, вот мне сказали, что открытое измерение с 9 по 12 мне. Ну, это было где-то год или два назад, что ли. Я не знаю, зачем. Возможно, тоже проводить энергию оттуда сюда. То есть, как открыто имеется в виду, они для меня и были открыты, я оттуда пришла. Имеется в виду, они имели в виду, что именно структуры мои, вот эти более блотные, перестроились для того, чтобы я могла принимать уже поток оттуда. Я так поняла это. Потому что, как бы, открытое, понятное дело, что я же говорю, что я пришла оттуда. Как бы это, по сути дела, был один из моих братьев, которые меня туда водили. То есть, я знала, как его зовут. Ну и это. Все четко там, я это знала. Но здесь, понятно, я не буду говорить его имя. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok